Борьба за первое место ежегодно ведется между любителями футбола. Они же те, кто стоят на страже и в любой момент приезжают на вызов, чтобы спасти граждан. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Кедр-Южный» в рамках спартакиады главного управления МЧС России по Средловской области прошел групповой этап соревнований по мини-футболу. А побороться за звание лучшей приехали 10 команд пожарно-спасательных отрядов. Не первый год играем, уже всех соперников знаем, подстраиваемся под них. Первая игра, да, как бы сложная, она, кажется, первая, но она сложноватая. Ну, как говорится, выиграли и 5-4 вытянули на последних секундах. Как бы сейчас перестроились на другую команду и вполне сейчас сыграем достойно. А этот матч, как сегодняшний вообще начался? Матч? Ну, как бы сразу с удалением пошло, как бы это, в нашу пользу. Как бы воспользовались моментом, забили гол, осталось только вот сейчас дождаться времени и выиграть очередной матч. У нас получается 71 ФПС, мы все сборники города Верхотуре, все играем в сборную города Верхотуре по северному кусту ездим, играем. И вот получилось так, что все попали в пожарную часть и мы сейчас друг друга уже знаем, понимаем и стараемся, вот едем такие соревнования. Наша городская команда «Натиск» сразу была настроена только на победу. Сыграв первый матч в групповом этапе, нашим футболистам удалось победить команду из города Ирбит со счетом 5-0. Первую игру играли против Ирбитской команды достаточно сильно, играют постоянно на главке. Выиграли 5-0, я думаю, на опыте, мы уже два года подряд выиграем этот турнир. Все команды на нас настроены, все хотят с нами биться, поэтому нам тяжелее всех, наверное. Мы играем дома, при трибунах, не знаю, тяжело, несмотря на счет 5-0, это нелегко было. Ну и впереди еще 4 игры, то есть по 5 игр в день у каждой команды. Турнир достаточно длинный, долгий, поэтому надо иметь много сил, чтобы здесь играть. После первой игры какой настроен на последующие игры? Все хорошо, все под контролем. У нас был тренировочный процесс, три месяца мы тренировались, у нас есть тренер. Тренер сказал нужные слова после игры, мы готовы ко второй. Ежегодно в рамках спартакиада главного управления МЧС России по Свердловской области проходит спартакиада. В рамках спартакиада несколько видов спорта, в том числе и мини-футбол. Наша команда уже на протяжении ряда лет принимает участие и занимает лидирующие места. Спартакиада проводится в течение всего года, затем по результатам в конце года уже подводятся итоги и определяются сильнейшие по нескольким видам спорта. Там и лыжные гонки, и плавание, и мини-футбол, и волейбол, и так далее. И также в рамках подготовки к всероссийским соревнованиям по мини-футболу в сентябре месяце среди специальных подразделений Федеральной противопожарной службы. Это тоже своего рода тренировка для нас, для наших сотрудников, для судей, чтобы на достойном уровне провести всероссийские соревнования по мини-футболу. По итогу турнира наша команда пожарных заняла первое место в своей группе и прошла в финальную часть соревнований, которые состоялись в городе Каменск-Уральский. Там новоуральцы проявили невероятную волю к победе. И в финальном матче, ведя активную борьбу за мяч, одержали победу над 63-м пожарно-спасательным отрядом Каменск-Уральский. Наши огнеборцы третий раз стали чемпионами по мини-футболу в рамках спартакиады. Поздравляем с победой чемпионов. Пусть в следующем году команда «Натиск» повторит свой успех. Алексей Кузнецов, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания.